Привет, друзья, это BigGame. Если вы охотник, рыболов или турист, то у вас совершенно точно должен быть фонарь и желательно налобный, чтобы руки были свободны во время движения. У нас в магазине много разных налобников, можете убедиться в этом сами, зайдя на biggame.ru или придя в один из наших розничных магазинов. Сегодня я решил, а почему бы не сравнить два самых популярных производителя, которые вы можете найти на наших полках. Итак, сегодня сравниваем Petzl и Claymore. Франция против Южной Кореи, старейший проверенный годами бренд и молодой производитель с собственным взглядом на мир. На сравнении четыре модели, по две от каждой компании. И, конечно, мы сравниваем модели только в одной ценовой категории. Начинаем. Petzl, Tekino и Claymore HIDI 2. Довольно-таки простые, легкие базовые фонари, которые отлично подойдут для кемпинга, несложных походов и спорта. Например, из-за своих компактных габаритов и низкого веса, вполне подойдут для бега в темное время суток. На момент выхода видео ценник на Petzl составляет 3250 рублей, а на Claymore – 3990. Petzl Tekino. Поставляется в картонной коробке. В комплекте сам фонарик, инструкция и три мизинчиковых батарейки, от которых он, собственно, и работает. Здесь, как и во многих других фонарях Petzl, реализована технология Hybrid Concept, позволяющая в качестве источника питания использовать либо батарейки, либо докупить фирменный перезаряжаемый аккумулятор от Petzl объемом 1250 мАч. И за эту вариативность Petzl получает отдельный плюс. Ведь иногда возникают такие ситуации, ну, когда нет возможности подзарядить аккумулятор. И тогда батарейки очень и очень выручают. Весит Tekino 93 грамма вместе с батарейками. Корпус защищен по стандарту IPX4 и не боится дождя. Тут всего три режима работы – 7, 100 и 300 люмен, и управление осуществляется при помощи одной большой кнопки. Что касаемо времени работы, то на самом деле оно напрямую зависит от качества элементов питания. Вообще заявлено до 100 часов в минимальном режиме и 2 часа на максимуме. HIDI 2 от Claim. Поставляется в картонной коробке, а внутри текстильный мешочек для хранения. Как говорится, мелочь, а приятно. Внутри фонарик, ремешок, кабель для зарядки и прищепка. Еще одна приятная плюшка. Прищепка дает возможность крепить фонарь на лямках рюкзака, одежде, да и где угодно еще. Работает фонарь отстроенного аккумулятора объемом 1200 мАч. Весит фонарик с ремешком 87 грамм. Корпус также позволяет пользоваться фонариком под дождем и защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. Тут тоже три режима работы. Направленный, рассеянный и рассеянный теплый. Но в данной модели каждый режим еще и регулируется по уровню яркости. А максимальный световой поток составляет 350 люмен. Управление осуществляется при помощи двух кнопок на корпусе. Кстати, тут же на корпусе имеется и индикатор уровня заряда. Время работы от 3,5 до 40 часов. И еще из приятного тут на корпусе, если снять ремешок, имеется крючок для подвешивания светильника в палатке. Переходим к более ярким и навороченным, с позволения сказать, моделям. Petzl Active и Claymohidi 3. Ценник на обе модели составляет 6490 рублей. Petzl Active идет тоже в коробке. Также сразу тут в комплекте идут 3 батарейки, а также есть чехол для хранения, который также можно использовать для превращения налобника в кампинговую лампу. Он рассеивает свет. Вес фонаря с батарейками 93 грамма. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IPX4. Максимальная мощность светового потока тут 450 люмен, а время работы от 2 до 100 часов. Три режима яркости белого света 7, 100 и 450 люмен, а также красный свет, либо постоянный, либо мигающий. Есть функция блокировки. Для этого в выключенном состоянии удерживаем кнопку в течение 4 секунд. Теперь Claymohidi 3. Поставляется в удобном прочном чехле в комплекте фонарь, прищепка и кабель зарядки. Hidi 3 имеет встроенный аккумулятор объемом 2000 мАч. Весит модель 111 грамм. Управление осуществляется при помощи двух кнопок. Здесь они разнесены подальше, чем в Hidi 2, что делает управление удобнее. В нижней части корпуса есть резьба, которая дает возможность использовать фонарь с различными креплениями, типа магнитного или, например, его можно использовать с креплением на руль велосипеда. Сзади также есть крючок для подвешивания и имеется индикатор уровня заряда. Здесь 6 режимов работы, включая красный свет. И каждый этот режим можно отрегулировать по уровню яркости. Кстати, управлять режимами можно не только при помощи кнопок, но и при помощи сенсора. Для включения и выключения нужно провести рукой, а для увеличения и уменьшения яркости сенсор просто нужно зажать. Также тут есть режим SOS. Максимальная яркость, которую может выдавать фонарь, составляет 500 люмен, а время работы от 4,5 до 55 часов. Итак, подведем итог. Основным преимуществом фонарей Petzl является вариативность источников питания. Можно использовать как аккумулятор, так и батарейки. Также в преимущество я бы определил удобство управления. Всего-то одна кнопка и вероятность чего-то там перепутать, она просто, ну, минимальна. К достоинствам фонарей Claymore отнесем возможность очень четко отрегулировать яркость. Также сюда отнесем богатую комплектацию, а также дополнительные фишки типа крючка или резьбы для крепления. Так или иначе, эти модели достаточно давно и успешно используются людьми по всему земному шару, поэтому только вам решать, что выбрать. Я надеюсь, что мы хотя бы немного вам помогли определиться. До встречи в новых видео, до встречи в магазине, пока!